приветствую друзья всех на канале бульдозер 221 меня зовут михаил и раз уж пошел такой контент то давайте с вами разберемся как же производить сахар на карте рассвет как же производить мытый картофель сколько это все стоит для чего нам рентабельно ли вернее нам этим заниматься что для нам нам для этого понадобится и так далее ну для начала естественно нам нужно выкупить значит площадь под этим значит всем это вот этот завод значит здесь у меня выкуплена вся территория и ну давайте вот так наверно посмотрим до участок стоит в принципе 140 тысяч евро на этапе начала карьеры я думаю что он всем будет как бы доступен далее что нам понадобится нам сюда понадобится естественно картофель палеты вода и топливо дизельное топливо друзья давайте заправим дизельное топливо дизельное топливо естественно можно купить на заправочной станции она находится у нас значит где сейчас секунду дорога 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 вот здесь находится заправочная станция в принципе можно приобрести дизельное топливо но можно изготовить самим все видим заправили дизельное топливо у нас пошла работа значит что нам понадобится для работы сахарного завода естественно свекла или же по моему даже сюда можно разгрузить сахарный тростник значит палеты и вода естественно мы получаем продукт сахарный песок и компост компост друзья грузится у нас вот с той стороны вот здесь мы загружаем компост получаем компост вот значит даже можно посмотреть сколько компоста мы уже наработали так обратно надо вернуться сейчас секунду сделаем это вот так естественно естественно еще раз повторюсь что нужно нажать на global company выбрать мойка картофеля открыть меню обзора мойка картофеля активно палеты значит можно здесь приобрести палеты если вам лень завозить на пилораму какой-то пиломатериал заниматься лесом и мытый картофель создаем поддоны когда мы создаем поддоны здесь выбираем количество поддонов максимально да и он вывозит нам вот такое вот количество поддонов вот я создал максимально в каждом поддоне по 5000 литров то же самое происходит у нас и на сахарном заводе на сахарном заводе то же самое значит сейчас 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 делаем у нас сахарный завод Открываем меню обзора Активно, значит у нас Компост 241 тысячу литров Емкость максимально 500 тысяч литров И сахарный песок Создать максимально или создать один поддон Здесь нужна вода и свекла Максимальная вместимость свеклы 500 тысяч литров Давайте же покажу вам Где все таки создавать поддоны Где это все происходит Естественно на лесопилке Участок нужно будет тоже приобрести В принципе 178 тысяч Это не так уж и много Ну и давайте туда сейчас переместимся Посетить Вот, значит что у нас здесь Здесь у нас, вот сюда мы разгружаем Бревна, которые привозим Именно здесь у нас все триггер разгрузки стоит Смотрим, значит у нас Емкость 44 тысячи литров Сейчас в данный момент у нас Бревна Палеты 20% есть уже Которые можно сейчас выгрузить И щепа также это побочный продукт Нажимаем также Ситраэл левый и плюс Г Значит пилорама Открываем меню обзора Производство поддонов Ну естественно включаем Смотрите, когда включаем Сразу появляется звук Все, пилорама у нас заработана Также можем производить доски Но в данный момент Сейчас меня интересуют поддоны Доски можно также производить И уже их продавать Естественно Также щепа Если вам нужна щепа Можно это все делать здесь подправить Производство поддонов Вот мы берем эти палеты Создаем максимально Четыре упаковки Раз Создали Вот здесь они у нас появляются Емкость стандартно 5000 литров Также вот эти поддоны Мы берем отсюда И везем их Вот сюда Значит на картофелемойку И сахарный завод Я уже сюда привез Много поддонов Берем вот так вот поддон Ну супер силу включайте С помощью изи девелопмент Несем вот сюда В триггер разгрузки Ставим этот поддон Видим он у нас пошел Разгружаться Чпоньк Чпоньк В общем это все автоматически происходит То же самое касается И картофелемойки Берем вот такую пачку поддонов И вот сюда вот ее ставим Вот видим у нас пошло Разгружаться это все Так Отлично Ну и теперь к главному Давайте же съездим Это все продадим в магазин Посмотрим сколько это все у нас стоит Возьмем один палет сахара И возьмем один или два палета Мытого картофеля Так Чпоньк Бам Есть И значит один палет Мытого картофеля Есть Для лучшего конечно же Реализма Я бы посоветовал вам сюда Пригнать погрузчик А также можно купить Вот какой нибудь здесь Даже вот это Близлижайшее поле И здесь можно разместить склады Склады можно поставить Естественно с помощью Статичных объектов В принципе И складывать туда сахар Потому как производство сахара Довольно таки большое И буквально за сутки Игрового времени Может напроизводить вам сахара Там довольно таки много Также можно в принципе Скачать любой прицеп Любой грузовик С автоподборщиком Есть платформа Урал Есть еще какая-то платформа Чтобы это все приезжать Загружать По-моему влезает 8 поддонов И того и того Все друзья Летим в магазин И смотрим Сколько это все стоит Рентабельно ли этим заниматься Главное не перевернуться На повороте Погнали Итак друзья Мы прибыли Значит В магазин Магнит Значит я еще раз покажу Где находится магазин Магнит В принципе покупает Все что Практически Все что мы здесь производим Находится он у нас В самом поселке И давайте же посмотрим Сколько у нас Чего-то стоит здесь И рентабельно ли этим заниматься Начнем с сахарного песка Так секунду Оп Бросаем его сюда Так получается За 5000 литров сахарного песка Мы получаем 13000 евро С поддона 13000 евро А друзья Ну сами посчитайте 10 поддонов Почти 130 тысяч евро Это довольно таки Неплохо Так картошка Ну естественно За картофель 12000 евро Я думал Что за картофель Будет цена В разы ниже Но получается На 1000 Всего лишь разница При всем при этом Друзья Никаких особых затрат От вас не требуется Главное Что следить надо За что была Постоянно вода И было постоянно Дистопливо Ну естественно Сахар и свеклу Вы сами знаете Что если засадить Какое-либо поле Сахаром Или значит Не сахаром Прошу прощения Какое-либо поле Засадить Сахарной свеклой Либо картофелем То урожай Этот еще Поле удобрить Сверху То урожая Будет просто Колоссальное количество Я думаю Что с этим У вас проблем Не возникнет В принципе Друзья Ну и не забывайте Что для стабильной работы Для стабильной работы Всех этих Производств Необходимо Иметь всегда Global Company Чтобы у вас Подключался Global Company Чтобы не было Фризов Багов Ну и тому подобное Друзья Всем кто Кому понравился Обзор Не забывайте Поставить лайки Не забывайте Заглянуть в группу Вконтакте Написать любой Комментарий Всем удачи Всем хорошего настроения И всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok